Дзюдо Здравствуйте Сергей Геннадьевич, вы вступили в должность президента федерации не так давно, 1 июня этого года. Расскажите, пожалуйста, почему именно дзюдо, как ваша жизнь связана с этим видом спорта и что повлияло на решение стать президентом? Почему дзюдо? Я с детства занимаюсь дзюдо, самбо, борьбой. Я люблю этот вид спорта. Почему? Потому что люблю детишек, люблю тренировать, люблю находиться в зале, люблю. Быть с ними, видеть их победы, улыбаться вместе с ними. Какие сейчас вы видите проблемы дзюдо Забайкалья и какие есть решения, на ваш взгляд? Проблем много. Это финансирование, это залы, это оборудование, экипировка. Какие решения? Решения. На федеральном уровне решаем вопрос по поводу залов. Помогает нам губернатор Забайкальского края. Какие решения по поводу оборудования докупаем. Мы сами с бизнеса помогаем. Есть фирмы, которые помогают коммерчески. Развиваем, стараемся, идем. Как ситуация с залами, которые есть сейчас? В каком они состоянии? Состояние хорошее. Докупаем оборудование. Оно, в принципе, все устраивает. Но они очень малы. Для такого потока детей очень малы. Какие есть планы по развитию? Строить, развивать, докупать. Здесь, конечно, залы. Здесь нужны залы. Больше залов не такие маленькие. Почему? Потому что, если зал татами поставили, не хватает нам поставить места для оборудования. На сегодняшний день в зале славы стоит два татами. Закупили оборудование, поставили. Места очень мало. То есть в городе сейчас вообще нет ни одного зала, подходящего по размерам? Или есть такие залы? Нет, они подходят. Они подходят, мы тренируем. И тренируются дети, идут потоком. Хочется больше. Большего объема. Насколько вообще планируется, допустим, в ближайшее время, может быть, увеличить количество залов? Есть такие планы? Все в стадии переговоров. В стадии пытаемся что-то сделать, договориться, подписать. У нас идут переговоры на сегодняшний день с инвесторами, которые раздумают о том, как это сделать и финансирование. Расскажите, пожалуйста, о вступлении в Динамо. Чем для Дзюдо перспективно быть под крылом Динамо? Динамо – это общественная организация, всероссийская организация, в которой мы вступили. Когда я вступил в должность президента, мы сразу же подписали, как говорится, определенные документы, и мы вступили в общественную организацию «Динамо». Благодаря председателю этой организации «Динамо» генерал-лейтенанту Кондратенко Василию Васильевичу. Он взял нас под свое крыло, оберегает, охраняет, помогает, развивает, не остается никогда в стороне и всегда идет навстречу. Основные плюсы быть под крылом «Динамо» – это именно помощь, помощь финансовая или какая она в основном? Ну, это престижно. «Динамо» – это престижно. И, конечно, это помощь не только на краевом уровне, но и на федеральном уровне. Они также выступают в помощь нам для заключения договоров по поводу строительства зала. Расскажите, пожалуйста, о предстоящих соревнованиях 21-22 октября. Кто станет участниками и какие призовые? 21-го пройдет ДФО среди юниоров. Будут призовые места в денежном эквиваленте. Первое место – 3000 рублей, второе – 2000 рублей и третье место, два третьих места, будет по 1000 рублей. «Динамо» пройдет 22-го числа. Призовые будут, первое место – 70 тысяч рублей, второе – 50 и два третьих по 30 тысяч рублей. Почему такая существенная разница в призовых? В ДФО вообще в денежном эквиваленте нет призовых, в априори. Мы собственными силами решили в этом году это сделать. «Динамо» – это среди мужчин, ну и, соответственно, призы совершенно другие. Кто спонсор? «Читинская компания», «Недорстрой». Во сколько начало и как желающим попасть на соревнования? Начало каждого дня будет в 10 часов, то есть в субботу и воскресенье может попасть каждый желающий, то есть вход абсолютно бесплатный. Обязательно приходить с детишками, чтобы детишки смотрели, втягивались, у них было желание прийти. Соревнования будут проходить на «Генерала Беликов 41», «Мегаполис Спорт». «Чем турнир «Динамо» будет отличаться от обычных турниров, например, от того же ДФО?» Ну, во-первых, это юниоры на ДФО, здесь у нас по-взрослым «Динамовский турнир», да, тем более он под крылом «Динамо», денежным призом, да, то есть здесь 70, 50 и 30 призовые места, очень большие. Во-вторых, скорее всего, «Динамовский турнир» в дальнейшем, не побоюсь этого слова, станет, наверное, международным турниром, потому что на «Динамовский турнир» в этом году приедут наши друзья, монголы, и, скорее всего, на этот турнир в дальнейшем захотят попасть многие, не только монголы, но и наши друзья-китайцы. И в дальнейшем, может быть, кто знает, через 2-3 года этот турнир будет международным и составит большую конкуренцию, огромную, я бы сказал, конкуренцию всем чемпионатам мира. Сколько вообще ожидается участников? Ну, я так думаю, порядка 150-200 человек заявленных участников, и также это 14 человек из Монголии. Из каких регионов России? От Владивостока до Москвы приедут ребята знаменитые, мастеровитые, поэтому борьба ожидается очень красочная и зрелищная. Кто оказал значимую помощь в подготовке к соревнованиям? Это коммерческие организации, и, соответственно, это краевая организация «Динамо», которого возглавляет председатель, генерал-лейтенант Кондратенко Василий Васильевич. Особую еще благодарность я могу выразить помощникому. Это Макаров Олег Юрьевич, это Минспорту Забайкальского края и администрацию гумернаторов. Это, получается, первые соревнования с того момента, как вы стали президентом Федерации? Это первые соревнования, и сразу их будут два турнира. И также бы хотелось отметить весь тренерский состав, который сейчас помогает, ребята, которые трудятся за кадром, которых мы не можем, их большое количество, помогают каждый день, отзываются на вопросы. Кто-то делает баннера, кто-то занимается телевидением, пиар-компанией. Огромное всем спасибо, и самое главное, хочется поблагодарить нашего президента в лице Сергея Геннадьевича Пхалкова, который делает огромный вклад, финансирует, помогает, ищет спонсоров. В общем, действительно делает очень большой вклад сейчас в Забайкальское адзюдо. Что бы вы хотели пожелать спортсменам и зрителям? Спортсменам красочной борьбы, без травм, зрителям приходите, болейте, Александр правильно сказал, с детишками, пусть дети посмотрят на это, красивую борьбу. И кто знает, может они захотят и станут именитыми спортсменами, знаменитыми спортсменами, не только в Забайкальском крае, но и во всем мире. Пусть не стесняются, подходят к нам, увидят Сергей Геннадьевич, у нас будет огромный стенд, фотозона, мы будем совсем рады со всеми встретиться, познакомиться, с детишками сфотографироваться, показать какие-то поединки, может быть, с дзюдоистами знаменитыми, их сфотографировать, поэтому приходите, очень будет интересно. Ну и также пусть все желающие приходят на Ангарскую 36, мы практически всегда там, мы сами тренируемся, каждый день тренируемся. Приходят, смотрят, наблюдают и пытаются войти в это и тренироваться. И в завершение, какие перспективы у дзюдоистов в Забайкале? Перспективы огромные, ребята способные, я не думаю, что где-то они пробукснут, они будут показывать только лучший результат, мы уверены. А сейчас мы делаем также на год план, составляем, и Сергей Геннадьевич надо соврать, что у нас довольно-таки, знаете, перспективные планы в плане развития и сборов. У нас есть и турбаза собственная, да, когда Сергей Геннадьевич недавно сказал, что будем делать сейчас собственными силами ремонт этой турбази. Детишки будут туда приезжать, наши, забайкальцы, там же тренироваться, будет обмен опытом с монголами, потому что будут монголы приезжать и тренерский состав делиться опытом, привозить своих ребят. То есть перспективы сейчас у Забайкальского края очень огромные. Ну и хочу я дополнить то, что у нас уже состоялись переговоры с тренерским составом монголии, они очень сильные, они будут тренировать тут в Забайкалье детишек, юношей на постоянной основе. Будут приезжать их спортсмены, которые имеют титулы, будут проводить мастер-классы. И по поводу турбазы, сборов, да, у нас есть действительно своя турбаза на Байкале, мы хотим сделать сборы на Байкале, не только Забайкальского края, но и ближайших соседей, это Бурятия, это Иркутская область, это Амурская область, это Китай, это Монголия, чтобы они все тренировались, сборы проводили, набарывались и показывали результаты. Причем детишки, которые будут участвовать в этих сборах, я так думаю, встают под крыло Динамо, также будет финансирование собственными силами, спонсорами и еще один немаловажный момент, сейчас Сергей Геннадьевич ведет тоже переговоры по форме. Да, мы заказали, точнее идут переговоры по заказу экипировки полностью, это кимоно, это получается полностью костюмы, футболки, куртки, отшиваем именно под свое великало и со своим гербом и флагом. И дети будут тренироваться под крылом дзюдо, соответственно, это все будет бесплатно. Благодарю за беседу. Я напомню, предстоящие соревнования под дзюдо, которые пройдут в Чите 21-22 октября, мы обсудили сегодня с президентом Федерации дзюдо-забайкаля Сергеем Пхалковым и его помощником Александром Шмыгиным. Продолжение следует...